Мы начинаем, и как обещалось, это будет в основном про формальность консейча. По крайней мере, там есть такая наука, которая, с моей точки зрения, вообще очень хорошее введение. Вам довольно много разных таких вот связанных с алгебрами, с операдами, даже с матфизикой в чем-то наук математических. И поэтому, по-моему, это стоит разобрать. Это более конкретно, чем было, например, в прошлом семестре, где мы занимались в основном такими какими-то общими, абстрактными вещами. Ну, я, конечно, да, значит, это первая вещь, которая как бы сложная, что какое-то мы количество этих абстрактных вещей в прошлом семестре развили, а так как сейчас новые люди есть, то мы это, я собираюсь это не особо использовать. Вот, поэтому, в принципе, будет такой более конкретный подход. Вот, ну и, может быть, по ходу я буду напоминать то, что действительно надо. То есть, в принципе, я действительно буду стараться сделать, чтобы это было независимо более-менее от прошлого семестра, что не очень просто, в принципе, потому что какие-то понятия придется там определять заново. Вот. Значит, теперь вот насчет экзамена спрашивали. Вот у меня убедительная просьба, значит, чтобы через какое-то время, ну, скажем там, через месяц, например, я через, у нас будет вот тот же самый телеграм-чат, да, который был в прошлом семестре. Все, кто не знает, кто там не подписан, можете подписываться. Можно вот у Романа, например, узнать, да, правильно я говорю, или еще у кого-то кто, вот у Аршака. Вот. И там информация будет как бы через этот телеграм-канал чат распространяться. И вот очень хочется, чтобы вот не в последнюю там неделю или даже не в последний месяц, ну, или, скажем так, не в последние четыре недели люди, которые хотят сдать экзамен, об этом заявили. То есть, потому что, например, если мы это будем организовывать как доклады, да, на заранее заданные темы, то нужно, чтобы было какое-то время, чтобы вы подготовились, чтобы эти все доклады как-то во времени разбить, вот, здесь. И поэтому это хорошо бы знать заранее. Ну, или если будет очень много людей, с докладами не получится, надо будет еще какую-то форму придумывать, типа экзамена. Вот. Но чтобы это все организовать как бы нормально, вот, хочется, чтобы это было, ну, заранее известно. Поэтому, если можно, просто вот, если вы через там, ну, походите, я не говорю, что это нужно прям сегодня-завтра решить, но вот вы походите, если вы поймете, что вы захотите сдавать экзамен, то, да, мне кажется, разумно, что вы в течение месяца, да, вот это. Через неделю, да? Ну, вот у меня, значит, более мягкие эти самые требования. Вот. Ну, нет, ну, для университета окей, ну, просто я к тому, что мне просто это действительно нужно знать, да, чтобы это было не в последний момент. А что это? Профессионный салфа будет, значит, неделю-день. А, ну, хорошо, ну, вы меня научите, как об этом знать. Ну, это, наверное, выключите еще можно. Хорошо. Вот. Значит, насчет времени, это второй сложный вопрос. Вот. Насчет времени я, в общем, не понял, что можно выбрать пока лучше, чем этот. Говорят, что этим курсникам это не очень удобно. Ну, давайте, если вот что-то у нас изменится, мы будем держать друг друга в курсе, но пока я не понимаю, значит, как можно из этого положения выйти, если честно. То есть, вроде как вот, когда был проведен опрос, большинство людей действительно голосуют за субботу. Причем вот именно за это время в субботу и совершенно непонятно, для кого-то это плохо. Да, да, да. То есть это, я это имел в виду. То есть это не то, что вот все решено и так будет весь семестр. Мы можем это дело переиграть, когда кто-то, может быть, уйдет, кто-то придет. В общем, все приходите, конечно, и не уходите, но всякое может быть. Вот поэтому, значит, будем, ну, посмотрим, как будет. Но вот пока ничего лучшего, вот, я не сумел придумать, к сожалению. Давайте чуть-чуть, может быть, это. Оп, отличная идея. Ну вот, все, значит, теперь, значит, у нас это будет про формальность Концевича, да? Значит, это теорема, которую Концевич доказал в 1997 году, если я не ошибаюсь, вот, или в 1998, по-моему, в 1997. Вскоре после этого, в 1998, Дима Тамаркин придумал второе доказательство, более сильного утверждения, на самом деле. И эти два доказательства совершенно разные, и мы попробуем разобрать оба, на самом деле. Ну, начнем, наверное, с Концевичевского. Два доказательства имеются. Вот, причем они реально совершенно разные. Концевич, вот, собственно, вот его оригинальное, и Тамаркин 98, если не ошибаюсь, года. Вот, теперь, значит, что это за утверждение, значит. Ну, это некоторая там дифференциальная, градуированная алгебра Li, которая есть, на самом деле, комплекс Хокшильда от А, где А это ассоциативная алгебра. Ну, конкретная там, в конце концов, будет какая-то, но пока ассоциативная алгебра. Вот, значит, давайте я напомню уж куда деваться, что такое вот ДЖ-алгебра Li, и утверждение формальности означает, что формальность, это означает, вот, допустим, я ее назову там А, вот эту ДЖ-алгебру Li, вот, формальность, это то, что А, вот это, то есть это не будет некая градуированная алгебра Li с дифференциалом степени плюс 1, у нее есть кагомология, как у комплекса, да, на кагомологии это просто кагомология, и мы сейчас увидим, что кагомология это тоже алгебра Li, дифференциальная градуированная, но с нулевым дифференциалом, то есть просто градуированная. То есть это две некоторые дифференциальные градуированные алгебры Li, вообще говоря, никак не связаны, и формальность это утверждение, что эти две ДЖ-алгебры Li, вот, А и кагомология, они как-то связаны, В идеале можно было бы сказать, что существует в ту или в другую сторону некое отображение Фи, которое, во-первых, отображение алгебры Ли, то есть переводит скобку в скобку, отображение алгебры Ли, а во-вторых, изоморфизм на когмологиях комплексов. Изоморфизм на когмологиях комплексов. Такого, к сожалению, в природе не бывает часто по следующей причине. По причине того, что это же не изоморфизм, а это квазиизоморфизм, изоморфизм на когмологиях. Если у нас есть, например, стрелка из А в В, где А и В, это вот некоторые дифференциальные градуированные Ли, вот Фи, которые удовлетворяют этому свойству, то вот обратную стрелку, вот эту вот Фи минус первая, она может уже не существовать. Но отсюда следует, что на самом деле требовать такое, если у нас есть две дифференциальные градуированные алгебры Ли, то требовать существования одной стрелки это слишком сильно. И на самом деле все, что мы можем извлечь из существования одной стрелки, мы можем извлечь из более слабого условия, когда вот у нас есть эти две дифференциальные градуированные алгебры Li, и тут есть, значит, некоторая вот другая последовательность, такой зигзаг там дифференциальных градуированных алгебр Li, ну, какой угодно длины, в принципе, вот, где вот это вот φ0, φ1, φ2, φ3, вот все вот эти вот φ, они удовлетворяют этим двум свойствам, то есть они отображение алгебры Li и изоморфизмы на когмологиях. Вот, и в принципе, значит, то, что мы, вот, ну, дальше, конечно, можно сказать, как мы это делали в прошлом семестре, можно дать некоторое, и мы будем это делать и сейчас, конечно, но я просто начал вот с такого понимания, что происходит, значит, можно заменить это все, вот этот зигзаг, с которым совершенно непонятно, как работать, какие-то там промежуточные эти алгебры Li, можно заменить на одну стрелку, вот, но эта одна стрелка уже будет не морфизмом алгебры Li в традиционном смысле слова, а это будет L-бесконечность морфизмом, который там, L-бесконечность квазизоморфизмом. Но это вот просто вот мы будем делать. Ну, по сути дела, вот это определение, как оно дано сейчас, где, значит, вот у нас есть 2-2 алгебры, дифференциальных градуированных алгебры Li, которыми мы интересуемся, и вот такой вот зигзаг стрелок с некоторыми промежуточными дифференциальными градуированными алгебрами Li, где каждая стрелка удовлетворяет вот этим двум условиям. Вот это как бы, если такой зигзаг имеется, то реально любую информацию, которую можно, такого как гомологического толка, которую можно извлечь из А, она будет, в общем, совпадать с такой же информацией, которую можно извлечь из Б. И в этом смысл. И в нашем примере конкретно, значит, вот А это, соответственно, будет комплекс Хокшельда, некоторая ассоциативная алгебра. Но эта ассоциативная алгебра, она в конце концов станет там гладкой, конечно, порожденной алгеброй, или даже еще более конкретно там алгеброй полиномов на конечномерном пространстве. Кстати, удивительно, что вот то, что В конечномерное, это очень важное условие, иначе не верно. Он там над полем, скажем, вещественных чисел. Ну, можно и над полем рациональных, но это уже сложнее доказать. А Б, это, соответственно, его когмология. Вот когмология от этого комплекса Хокшельда. И мы хотим, значит, вот это дело связать. Теперь давайте я напомню, что же такое дифференциальное... Значит, да, другой вопрос, конечно, зачем это нужно делать, почему такое существует не всегда, и это я вот по ходу объясню. То есть, что, по крайней мере, я сначала хочу сформулировать, в чем заключается утверждение. Значит, сначала давайте мы определим, что такое DG алгебра Ли. G. Ну, значит, это как бы алгебра Ли, только она градуирована, Z градуирована. То есть, она, значит, скобка G, Y, G, G принадлежит G и плюс G. И, значит, тождество Якоби X, Y, Z, оно должно выполняться со знаками. То есть, мы циклически переставляем. В обычной алгебре Ли есть три члена, которые из этого получаются циклическими перестановками, и, значит, сумма должна быть равна нулю. А тут эти перестановки должны быть со знаками. То есть, на самом деле, говоря немножко более научно, можно сказать, что вот в любой симметрической моноидальной категории можно определить, что такое алгебра Ли. Вот, например, и вот, ну, линейной, окей, да, симметрической моноидальной категории, можно это определить. И вот здесь это вот обычное понятие алгебры Ли, да, это алгебра Ли в симметрической моноидальной категории векторных пространств с тензорным умножением. А здесь другая симметрическая моноидальная категория, там, комплексов или просто даже градуированных векторных пространств, и тоже с тензорным умножением, но другой брейдинг, то есть другая перестановка. То есть, грубо говоря, когда у нас есть какая-то там моноидальная категория, это объектом чего являются все вот эти линейные сущности, то там очень важно, что мы используем, что есть вот такой вот изоморфизм, который там удовлетворяет каким-то там некоторым очень простым аксиомам, который называется брейдинг, и вот сигма, и он как бы является симметрическим брейдингом, если сигма в квадрате равняется identity. И в принципе, если у нас есть категории градуированных векторных пространств, то как минимум есть два кандидата на этот брейдинг, а именно просто изоморфизм, который там в и т на в и т переводят просто в в и т на в и т. Это вот как бы первый вариант, а второй вариант, это другая будет моноидальная категория, когда мы здесь пишем знак. То есть когда сигма от в и wg, ну например, да, равняется, ну или просто можно в и w, а что я пишу тут, и же, и непонятно. Вот, это равняется, значит, w умножить на в, но при этом тут еще есть знак, минус единица, вот градуировка в, там умножить на градуировку w. То есть и это на самом деле две разных таких вот моноидальных категории. В принципе, если у нас есть градуированные векторные пространства, то для разных целей и то, и другое как бы подходит в зависимости от цели. Но вот здесь речь идет о второй вот этой вот истории. И как следствие, значит, если у нас два символа, однородных символов, вот здесь в и w это однородные символы, то есть означает, что наши в это там прямая сумма в и това, и то, что это там однородное, означает, что он какому-то в и тему принадлежит. А, и по z, да. Вот, ну и, значит, смысл в том, что когда здесь, значит, символы, однородные символы переставляются, то образуется, значит, знак, который нужно учитывать, речь была об этом. Вот, и поэтому я пишу то же самое, чтобы я написал как бы в классическом случае, но здесь вот у меня что переставилось? У меня z с x, y, да, переставился, поэтому я пишу минус единица, значит, то есть, нет, кто у меня переставился, это z, нет, y, сейчас, кто у меня переставился, давайте поглядим, значит, y, z, x наоборот переставился, то есть тут, значит, будет x умножить на y плюс z, да, правильно? Потому что x переставился с y и z, вот, а теперь, значит, будет еще, судя по всему, минус единица, значит, когда z на первом месте стоит, а тут x, y, и здесь будет, значит, тут у нас получилось, что z переставился с x, y, то есть я думаю, что будет вот так вот, x плюс y, вот, и это все должно быть равно нулю, это, соответственно, тоже с твоей коби, и, конечно же, это должно быть кососимметрично, но кососимметрично тоже в таком супер смысле, то есть, что это минус единица от единица плюс x, y, да, потому что тут еще не просто минус единица, а еще переставляется, вот, ну, в принципе, вот, ну да, да, вот это верно, y, x. Ну, это и то, и другое можно, ну, в данном мы можем… Нет, ну, это зависит от того, что мы должны, как бы, тогда дополнительно дифференциал вводить, ну, можно сказать, что можно, в принципе, мне кажется, всегда можно сказать, что у нас категория просто градуированных пространств, а дифференциал — это уже дополнительные данные, ну, не, главное то, что я тут говорил, это просто для того, чтобы сказать, что все эти знаки, они возникают из некоторого вот понятия, как у нас устроена перестановка в вообще вот той моноидальной категории, в которой мы работаем, потому что, на самом деле, если у нас перестановки не было бы вообще, то мы не могли бы, например, говорить о тех вещах, о которых мы любим говорить, то есть, если так вдуматься, то чтобы определить, что такое коммутативная алгебра, там, или алгебра Ли, или вообще любая, на самом деле, алгебра, кроме ассоциативной, вот чтобы определить моноид, нам не обязательно иметь вот эту симметрию брейдинг, а чтобы определить какие-то понятия, типа как описанные выше, нам на самом деле нужно уметь переставлять вот эти перемены. А с другой стороны, эта перестановка — это некая формальная данная, и то, как в конкретной моноидальной категории выглядят одно и то же понятие, зависит просто. То есть можно, например, алгебру Ли можно определить таким образом, что она будет иметь смысл для любой моноидальной категории, а дальше мы с перестановкой, вот с брейдингом, симметрической лучше, да, а дальше, когда мы уже хотим как бы расписать, что это означает в реальности, то нам придется вот, значит, учитывать знаки или там как-то еще вот, которые связаны с этим сигмой. Вот, все прекрасно. Да, то есть, значит, вот тут мы что видим? Мы видим, что если x, y нечетные, то есть, если x, y оба нечетные, вот, то у нас получается, да, то есть, если непонятно, вот, значит, вот, если x принадлежит g, и это просто переписывается таким образом, что вот эта дегри степень x равна и, то есть вот это имеется в виду, где g, и вот это в цифровой гравировке. То есть, если вот эти степени оба нечетные, да, то тогда у нас получается, что у нас симметрическая на самом деле вещь. То есть, x, y равняется y, x. А в любом другом смысле, в случае, когда хотя бы одна четна, у нас получается знак минус 1. Довольно интересная на самом деле вещь, которая тоже будет. То есть, в частности, если, например, x, y являются степенью 1 элементами, то на самом деле эта скобка просто реально симметрическое произведение на ней. Вот. Ну и, значит, это вот, что касается коммутативной, ну, оно, конечно, билинейно по каждому аргументу, но это и так понятно, да. То есть, ну, давайте, значит, будет третье, это второе, а первое, это билинейность по каждому аргументу этой скобки. Вот. И это, значит, что касается градуированной алгебры Ли, а теперь у нас еще есть дифференциал, вот, который означает, что есть d от g в g вот плюс 1, которое в квадрате равно нулю. Вот. Давайте, может быть, окей. Вот, который обладает таким свойством, что d от x, y равняется d от x, y плюс минус 1, x. Значит, то есть d имеет степень, d всегда, вот d, видите, имеет степень 1, поэтому в этом смысле мы его рассматриваем как бы по определению, как нечетный элемент, как бы. Поэтому, когда что-то переставляется с d, вот, когда вот d, x, как бы, ну вот, например, вот если чисто формально написать такое выражение, не вдаваясь в детали, что это означает, где d дифференциал, да, то мы, если хотим теперь d убрать сюда, то это, значит, появится знак минус 1 в степени y. вот, вот это сюда перейдет, как бы, d, y, x. Вот, потому что, ну, просто это чисто формальная вещь, что на самом деле, Аршак, вы, я думаю, правы, что вот для того, чтобы вот это вот сказать как бы вербально, надо, конечно, это d загнать в саму моноидальную категорию, и вот, ну да, и сказать, что такое тензорное произведение комплексов в плане d, то есть как d действует, там тоже возникает правило Лебница, и вот это правило Лебница, конечно, лучше, ну, может, даже единственно возможным загнать в самоопределение этой моноидальной категории, но мы же обещали, значит, вот не особо общими вещами пока интересоваться. Вот, замечательно, значит, тут я должен дописать, это будет x, dy, то есть у нас тут произошло, что x и d переставились, да, вот я d куда-то сюда вот убрал, оно переставилось с x, ну, и, конечно, вот эти все записи, они подразумевают, что x, y и z однородны каких-то степеней, а если они неоднородны, то можно написать, что это такое для однородных, а дальше продолжить по билинейности, вот, поэтому в этом нет проблем. Ну вот, и это как бы вот это вот даже алгебра Ли, то есть это на самом деле алгебра Ли, в которой просто, ну, которая как бы расширена на вот категорию комплексов, вот, да, и все, и больше ничего такого. Ну, значит, зачем это все мы вскоре увидим, давайте я теперь просто пытаюсь, попытаюсь расшифровать то, что вот я говорил, значит, здесь выше. Значит, теперь что такое вот гомология G? Ну, это, соответственно, вот если G это даже алгебра Ли, вот, то это означает, что, ну, мы просто берем гомологии как комплекса, вот, и если мы берем там, например, X и Y, которые, значит, элементы, соответственно, X элемент и таких гомологий, ну, то есть, в смысле, допустим, X принадлежит G, Y, Y принадлежит G, G, и D X равно D Y равно 0. Тогда, значит, мы можем написать X Y, скобку, и взять от нее D. То есть, то есть, я хочу показать, что D, вот это D тоже равно 0. И это действительно следует вот из аксиомы 3, аксиомы 4, да, вот это у нас 4, она называется правило Лейбница, вот эта аксиома, вот, и это следует, значит, вот, потому что оно равно D X Y, да, плюс, минус там X D Y, вот, и мы знаем, что вот это равно 0, и вот это равно 0, значит, это тоже равно 0. Вот, то есть, значит, если у нас есть два цикла в этой алгебре Ли, даже алгебре Ли, мы берем их скобку, мы получаем снова цикл. Вот, теперь даже можно, можно показать, что если мы теперь этот цикл заменим на границу, например, если X, там штрих, будет равняться X U плюс D какая-нибудь это, вот, то тогда, значит, вот то, что мы имеем здесь, давайте попробуем сравнить X штрих Y и X Y, да, ну вот, но можно просто, опять-таки, подставить, это X плюс D это Y, вот, и это равняется, значит, во-первых, X Y, да, по делинейности, вот, плюс D это Y, вот, но у нас D Y равно нулю, поэтому D это Y, плюс, как бы, морально, плюс-минус, это D Y, но D Y у нас равно нулю, поэтому это можно опустить, равняется D от это Y, то есть, так как это равно нулю, мы можем вот эту вот штучку написать, как D от это Y, и мы видим, что на самом деле, вот скобка, когда мы берем другое X, она отличается от исходной на некоторую границу, из всего этого следует, что на самом деле можно говорить о скобках не самих циклов, а классов когомологии, то есть, ну вот, как бы, конклюжен заключается в том, что HG это тоже DG алгебра Ли, вот, с нулевым дифференциалом, ну то есть, можно говорить, что это градуированный алгебр Ли, но это может быть немножко, так сказать, странная терминология, потому что градуированная, она может быть как бы из вот симметрии со знаком, из симметрии без знака, поэтому я, чтобы было точно, люблю говорить дифференциально-градуированное с нулевым дифференциалом, вот, понятно, что происходит, вот, ну и вот, значит, это вообще говоря, вот эта алгебра Ли, которую мы тут построили, вот эта когомология, и исходная алгебра Ли, они вот таким вот зигзагом совершенно не обязаны быть, значит, этот зигзаг совершенно может не существовать, и давайте вот мы как бы немножко разберемся, почему он может не существовать, вот, ну и мы будем на самом деле говорить, может быть, ну, я начал просто с ДЖ-алгебр Ли, потому что об этом формальность, но в принципе можно говорить аналогичным образом про ДЖ-ассоциативные алгебры, про ДЖ-коммутативные в таком градуированном смысле алгебры, да, то есть вот мы это все будем иметь в виду, и если будет непонятно, можете меня спрашивать, но давайте я дальше там уже не буду давать определения, что такое ДЖ-ассоциативная алгебра, что такое ДЖ-коммутативная, в принципе, это проще, потому что, например, для ассоциативной нету ни этого, вот эта ассоциативность, она как бы не зависит от знака, да, почему я говорю, что ассоциативная проще, потому что на самом деле для того, чтобы определить, что такое ассоциативная алгебра, нам не нужен вот этот вот брейдинг, то есть ассоциативная алгебра существует в любой моноидальной категории, не обязательно симметричной, симметрической, вот, и в этом смысле поэтому вот, собственно, вот просто вы говорите, что у вас есть умножение, которое ассоциативно в том же смысле, в каком ассоциативно, значит, вот в стандартной алгебре и есть вот, вот это, что Д там от ИКС ИГРЕК равняется, соответственно, ДХ ИГРЕК плюс минус единица ИКС ИКС ДИГРЕК вот, и это единственное место, это для ассоциативной, это единственное место, где знаки вообще вылезают на самом деле, в случае даже ассоциативной алгебры, а в случае даже коммутативной, это как бы то же самое, но вы еще должны сказать, что это коммутативность, ну а там, где коммутативность, значит, у вас вылезет знак, ну вот, так что, в принципе, даже алгебра ЛИС самая сложная из этих вот трех, по крайней мере, понятий, вот, хорошо, значит, теперь, а давайте вот, почему вообще вот не всегда верно, что вот, почему, почему вот формальность это нечто, что не выполняется автоматически, почему, например, не существует такого ФИ, который вот был бы квазизоморфизм и отображение алгебры ЛИ, просто по умолчанию, ну давайте вот начнем, например, когда у нас нету вообще структур, никаких таких вот нелинейных, давайте начнем с комплексов, пусть у нас есть просто комплексы над полем, комплексы над полем, вот у нас К, вот, допустим, есть комплекс К, да, пусть даже бесконечный в обе стороны или там конечный где-то, совершенно не важно, то есть у него есть дифференциал степени плюс 1 и D в квадрате равно нулю, и это единственное, значит, вот, собственно, ну да, и К, конечно, равно прямая сумма КИ. Вот, и это единственное, значит, условие, что есть. Значит, вот вопрос, если бы я, вот аналогичный вопрос про формальность задал бы просто про комплексы, очевидно ли всем, что ответ был бы, что любой комплекс над полем всегда формален, в этом смысле, то есть всегда можно, ну, то есть всегда существует квазиезоморфизм, вот есть К и есть H от К, и что всегда там существует какой-то квазиезоморфизм Фи, ну, второго условия нету, потому что, то есть первого наоборот, потому что никаких там скобок, нелинейных структур нету, поэтому условие единственное, что это квазиезоморфизм. То есть, вот, это если мы работаем над полем. Вот, это очевидно или не очевидно? То есть любой комплекс можно как бы расщепить в каком-то смысле. Ну, давайте мы напомним, значит, как это можно, значит, сделать. Ну, мы будем, значит, использовать про категорию векторных пространств, то, что любая точная тройка, она расщепляет. Точная, вот, если у нас есть А, А, В, С, где это, А, В, С, где вот это векторное пространство, причем даже не градуированные, а просто обычные векторные пространства, вот, А, В, С, векторное пространство над полем, вот, то тогда вот эта штука изоморфно, ну, тогда, да, В изоморфно, А плюс С, так что, значит, соответственно, вот это вложение, это там единица 0, а это 0 единица, да, вот. Ну вот, но это мы не будем, естественно, доказывать, это вы все прекрасно знаете, правильно? Значит, вопрос, как отсюда вывести, что любой комплекс является, значит, вот, вот что, его можно отобразить в когмологии, таким образом, что это будет там квазизоморфизм. Понятно? Ну, дайте напомню, что, значит, на самом деле, что можно сделать, что можно вот, например, взять kn, оно отображает, тут есть, значит, и вот образ этого d, dn, да, то есть, вот, в 0, это сюльекция, а тут будет ядро, вот, ядро dn. Вот, это всегда есть такая последность, и так как мы знаем, что вот эта штуковина, она, значит, расщепляется, то мы можем, соответственно сказать, что для любого n, kn, это ядро, это образ dn, которое является под пространством в kn плюс 1, конечно, плюс, значит, ядро dn, которое является под пространством в kn. Вот, и вот есть такая, значит, прямая сумма, не каноническая, но мы же не говорим, что каноническое что-то есть. вот, а дальше, значит, мы, то есть, мы теперь можем, а дальше, значит, нужно теперь ядро, дальше есть это первая такая вот точная последность, да, а вторая точная последность, это когда мы можем сказать, что у нас есть, значит, ядро dn, вот здесь вот будет образ, только уже dn минус 1, да, а здесь будут n-то и когмология. Вот, есть две таких точные последности, и это тоже расщепляется, то есть у нас, значит, получается, что, ну да, то есть получается, что у нас вот, вот есть такое разложение, а дальше еще вот, вот это вот ядро, оно еще есть когмологии, n-то и, соответственно, плюс образ dn минус 1. Ну вот, поэтому на самом деле, если мы вот это все сделаем, то можно просто вот посмотреть, как вот у нас каждый член, получается, что это прямая сумма трех слагаемых, и можно посмотреть теперь, как в этом деле выглядит дифференциал. Ну, на самом деле, совершенно ясно, что этот дифференциал, он просто сокращает, то есть у нас вот, например, dn, оно будет фигурировать в двух местах, оно будет фигурировать в этом члене, и вот как вот это с лагами, и в n-1, как вот это, да, и дифференциал будет просто вот их переводить друг к другу изоморфно, и поэтому то, что вот когмологии того, что останется, это будет только вот когмологии вот эти, и таким образом мы просто можем отобразить эти когмологии в комплекс, или спроецировать, это уже как вам больше нравится, и это будет, значит, квазизоморфизм. То есть в случае, когда у нас нет линейных структур, мораль вот этого рассуждения, формальность, она является просто, ну, по крайней мере, над полем. Естественно, если у нас какая-нибудь там модуля над кольцом, или еще что-нибудь более сложное, то это, конечно, не получается так, но для векторных пространств, по крайней мере, без линейных структур это является фертологическим утверждением, формальность. Вот, а теперь, значит, интересный вопрос, а почему, если у нас теперь есть какая-то алгебраическая структура, например, структура даже алгебры Ли, или там даже ассоциативные алгебры, даже коммутативные алгебры, то как увидеть, что вот это вот рассуждение, только что приведенное, его нельзя обобщить? То есть, что вообще есть хоть что-то, что неформально? Почему формальность является нетривиальным утверждением? Вот, вы знаете, как это сделать? Кто-нибудь, как пример построить чего-нибудь хотя бы неформального? Там даже ассоциативные алгебры, даже коммутативные алгебры Ли. Есть такое понятие, как операции массив. Значит, если вы, например, две даже алгебры Ли, скажем, или там даже ассоциативные, коммутативные алгебры, как вазизоморфные, то эти операции массивные, у них, значит, тоже должны быть равны. А на когомологиях, сейчас мы сейчас увидим, вот в этом смысле, как там написано, когомологиях дж-алгебра Ли, операции массив всегда нулевые. Поэтому на самом деле нужно построить вот нечто, там дж-алгебру Ли, или там даже ассоциативную алгебру, или что-то такое, у которой операции массивные не нулевые. И как только мы это сделаем, мы сразу увидим, что вот конкретная дж-алгебра Ли, допустим, неформальна. Сейчас я напомню просто, что это все означает. Как раз вот эта доска, это замечательное место для этого, потому что… Ну давайте только мы будем говорить, может быть, про не алгебры Ли, а про, скажем, ассоциативные алгебры, или коммутативные. Это немножко проще, дж-а там ассоциативные, или же коммутативные, ассоциативные, или коммутативные, может быть, даже алгебры. Ну хорошо, значит, вот если у нас, если есть А, В и С, которые, соответственно, А принадлежит и там к гомологиям, вот этого нашего там А, А, В с житым к гомологиям, А, и С, Катым к гомологиям, А, то мы сейчас определим, значит, вот нечто такое, тройное умножение. То есть, значит, во-первых, двойное умножение, это вот то, что определено выше. То есть, если я могу, вот, например, в случае там ассоциативной или коммутативной алгебры, то есть так же, как здесь, взять и взять А умножить на Б. Ну и взять какие-то представители, естественно, то есть это, ну я не знаю, я не буду тут различать, ладно, ну элементы к гомологии и представители, но в принципе имеется в виду в виду некие представители, вот, я могу взять их умножение, это снова Д от этого снова равно нулю, и мы видели вот аналогичным образом, что от представителей это зависит с точностью до границы от выбора представителей. Вот, ну вот можно на самом деле сделать что-то более хитрое, можно определить, вот это как бы двойные умножения, а можно определить еще тройные. Вот, значит, что такое тройные? Тройные определяются не всегда, а мы вот, значит, предположим, что вот есть А, Б и С, да, которые циклы, и А, Б, это Д, это 1, а Б, С, это Д, это 2. Для некоторых это 1 и это 2. Вот, тогда можно, значит, ну да, тогда, значит, степень этого самого это 1 должна быть равна на И плюс G минус 1, а степень это 2 должна быть равна G плюс К минус 1. Вот, тогда можно написать такую вещь, можно написать А, Б на это 2, но тут, значит, нужно написать плюс-минус, так, чтобы после того, что мы взяли, сейчас мы скажем, что это такое, а тут написать это 1, не, наоборот, сейчас, сейчас, Б, С, значит, Б, С, а, нет, я сказал ерунду, сейчас, А, Б, да, вот так вот написать, соответственно, А вот так плюс С, да, вот такую вот вещь, вот, и совершенно, значит, знак тут должен быть равен, то есть вот здесь, вот D от этого будет равно, соответственно, А, Б, и тут я хочу получить минус А, Б, да, то есть чтобы я тут получил минус А, Б, тут у меня будет, вот, А, соответственно, вот, да, должна быть равна, то есть я думаю, что тут нужно написать плюс, вот, вот, минус единица в степени А плюс 1, да, потому что вот А будет, когда я здесь применю дифференциал по правилу Лебница, а я еще хочу, чтобы оно сократилось, то есть чтобы D от этого было равно нулю, вот, и оно действительно будет равно нулю, потому что вот когда я применю по правилу Лебница, D от А равно, соответственно, нулю, да, то есть вот здесь D от А это 2, это что такое? Это D А умножить на это 2, но вот это равно нулю, потому что это цикл, да, плюс минус единица в степени А, А на D это 2, а это, соответственно, равняется минус единица в степени А на А, Б, С, вот, ну вот, а тут, значит, у меня будет то же самое, только уже D, С равно нулю, а здесь будет D это 1, а D это 1, это А, Б, то есть у меня получится А, Б, С, и там, и там, только будут знаки разные, для этого я вот тут знак так написал, вот, поэтому это будет некоторый, значит, цикл, и этот цикл, конечно, уже нельзя сказать, что он, ну, что он как бы будет таким же, если мы изменим, ну вот, то есть если мы представители выберем по-другому, а вот в смысле вот у А и Б и С заменим на, там, добавим какие-то ко-границы, как мы это сделали тут, то это будет, значит, не совсем уже то же самое, это нельзя доказать, то есть вот на самом деле эта штука будет равна, будет принадлежать к гомологиям в степени И плюс Ж плюс К фактору по как бы А умножить на к гомологии Ж плюс К, вот идеалу, да, который порожден плюс Б плюс к гомологии там И плюс Ж умножить на Б, то есть это будет такой вот идеал, порожденный А и Б, А и С, извините, да, А и С, и, значит, вот это будет как бы принадлежать фактору по вот этому идеалу. Ну, это легко показать, что это будет, сейчас, у меня звук там есть, а то я что-то, это легко показать, что это будет принадлежать фактору, то есть это как бы упражнение, если угодно, что если мы проделаем вот ту же самую процедуру, как мы делали здесь, значит, то есть заменим x на x' добавим какую-то границу, то вопрос, значит, в том, на что изменится вот это вот тройное умножение, которое тут определено, это называется как бы вот первая такая операция масси, есть там какие-то высшие операции масси, вот, ну, и, значит, можно, ну, как бы показать, это довольно понятно, что если две, вот, даже, например, коммутативных алгебры, в общем, любые квази-изоморфны, да, то, соответственно, вот в этом смысле, то 1,2 выполняется, то, соответственно, вот эти 1,2, то, соответственно, операции масси у них тоже совпадают, а с другой стороны, если у нас есть две, допустим, даже коммутативных алгебры, у которых просто когомологии изоморфны, но сами алгебры не обязательно изоморфны, то тогда операции масси могут быть как бы разные, то есть если у нас нет отображения из одной алгебры в другую, и можно, да, с другой стороны, смотрите, на когомологиях, на когомологиях эта операция, она всегда равна нулю, то есть если у нас, например, теперь вот А имеет нулевой дифференциал, то есть это, например, вот когомология А с нулевым дифференциалом, и мы применим вот это вот, значит, вот это определение, то мы берем там, а также таким же образом, А, В и С, вот, и, да, значит, я тут немножко, наверное, коряво сказал, что, значит, предполагается, что А, В равно нулю в когомологиях и В, С равно нулю в когомологиях от А, да, то есть вот это вот условия, это данные А, В и С, такие, что вот это вот выполняется, и тогда вот по таким А, В и С мы определяем некоторый новый цикл, вот, и этот цикл определён не, как бы, не как некоторый, ни от чего не зависящий цикл здесь, а как элемент фактор пространства, вот, да, значит, теперь, если мы, да, значит, что тут происходило, что, окей, если А, В равно нулю и В, С равно нулю в когомологиях, мы можем выбрать вот эти вот это один и это два и написать с их помощью такой вот к циклу и дальше посмотреть, как всё зависит, когда там что-то изменяется, да, вот, ну и что мы сделаем здесь, ну, если здесь у нас есть наша алгебра, это уже когомологии, то есть D равно нулю, у нас есть условие, что А, В равно нулю и В, С равно нулю, ну, значит, В, С и А, В равны нулю, как говорят он за нос, то есть там уже не равно D от чего-то, а равно буквально нулю, поэтому если мы применим это определение, мы просто получим А на 0 плюс там минус 0 на С, это, естественно, будет равно нулю, и поэтому тройная операция массе равна нулю, да, на когомологиях, просто по определению, потому что если что-то равно нулю на когомологиях, значит, оно равно нулю, вот, в принципе. Вот, ну и, значит, теперь в качестве упражнения можно оставить такой вопрос, что если, например, есть две ДЖ коммутативные алгебры А и В, которые связаны одной пока стрелкой, вот Фи, которая удовлетворяет вот этим двум условиям, то есть что Фи это квазизоморфизм комплексов и Фи это отображение алгебры, то есть переводит там умножение в умножение, скобку в скобку и на комплексах квазизоморфизм. Вот, то можно показать, что Фи переводит тройные операции вот массе в тройные же операции массе, то есть что оно сохраняет эти операции массе, да, но это упражнение, я думаю, что вы это сделаете, если захотите, легко. Ну, а дальше, если у нас есть такой вот зигзаг, то мы это утверждение применяем каждому шагу этого зигзага и получаем, что если А и В вот эквивалентны в этом слабом смысле, то, значит, у нас все равно операции массе должны быть одинаковые. Вот, замечательно. Теперь, значит, перед перерывом у нас будет перерыв. Вообще, вот я буду следовать по желанию, вот мне тут в конце прошлого семестра некоторые участники сказали, что, значит, желательно, чтобы все-таки, что стандартная пара длится полтора часа, а не два, да, правильно? Ну, вот, то есть у нас будет, наверное, все-таки, ну, полтора, плюс, ну, аж чуть-чуть плюс, но сегодня мы попозже начали, но, в принципе, будем стараться полтора, будет перерыв после, там, первого часа, наверное, вот. Ну, вот давайте я сейчас еще дам пример, потом сделаем перерыв. Значит, теперь пример чего? Пример, чего я хочу дать? Я хочу дать пример, как бы, деже-алгебры Ли или там деже-ассостративные, коммутативные алгебры с ненулевым, хоть какой-то ненулевой операцией массивы. То есть, вот, сейчас я вернусь. Пример деже-алгебры, допустим, она будет там коммутативной, с ненулевой операцией массивы. Ну, в общем, это стандартный пример. Я подглядел, когда вот думал, как это рассказать. Значит, ну, на самом деле в книжках там по, не знаю, рациональному гоматопическому типу, в статьях там каких-то обзорных очень много таких примеров. Я просто процитирую, но, в принципе, можно много чего придумать такого рода. Допустим, у нас есть вот алгебра А, которая будет коммутативная деже-алгебра, вот, у нее будут образующие А и Б, образующие степени 3 и образующие С степени 5. То есть, значит, это, да, при этом, значит, ДА равно нулю, ДБ равно нулю, а АБ равняется ДС. Вот так устроен дифференциал. То есть, это означает, что я рассматриваю просто внешнюю алгебру, да, потому что все эти нечетные, значит, она коммутативна. Значит, внешнюю алгебру от образующих 3, 3 и 5. То есть, трехмерное пространство, но они имеют, значит, вот степени какие-то. Собственно говоря, если я рассматриваю внешнюю, ну да, то есть, ну да, симметрическую алгебру от нечетных образующих, это, значит, внешняя алгебра, да, то есть, вот, то есть, рассматриваю как бы, вот, если бы они все были бы четные, например, если бы это было бы 2 и 6, это были бы, была бы коммутативная, симметрическая алгебра, а так она внешняя, потому что из вот этого ничего от правила коммутирования следует, что если два нечетных символа переставляются, возникает, значит, знак минус 1. То есть, это, кстати, хороший пример, если вы не знаете, что на самом деле внешняя алгебра обычная векторного пространства, где вот V сидит в степени 1, да, сидит в степени 1, вот, это на самом деле это коммутативная в супер смысле алгебра, в супер смысле алгебра с нулевым дифференциалом, порожденная в степени 1. То есть, если у вас есть коммутативная алгебра, которая, вот, свободная коммутативная алгебра, у которой все образующие степени 1, допустим, дифференциал равен нулю для простоты, то это из условия вот коммутативности со знаком следует, что это в точности внешняя алгебра от V. Ну, здесь чуть-чуть посложнее, потому что тут образующие в степенях 3 и 5, но они все равно нечетные, поэтому, то есть, вот можно показать, как эта алгебра, значит, выглядит. У нее, соответственно, поле в степени 0, дальше у нее тут будет 0, в степени 1, 2, у нее будут нули, значит, вот здесь будет двухмерное пространство, которое порождено A и B, да, в степени 3, потом кто у нее будет в степени 4? Я так понимаю, что 0, вот, а в степени 5 у нее будет, соответственно, K, вот, в степени 5, да, это которой порождено C. Ну вот, а дальше у нее будут еще какие-то элементы, правильно? Будет, значит, в степени 6 будет снова K, я так понимаю, тут будет AB, вот, вот, еще будет, значит, в степени 8, значит, 6, 7, будет 0, в степени 8 будет у нее кто? У нее будет в степени 8 два элемента, которые есть AC и BC. Еще будет, дальше будут нули, да, и дальше будет в степени 11, у нее будет, значит, один элемент, который есть AB и C. Вроде правильно. Ну, я просто написал, что такое свободная коммутативная алгебра, которая порождена вот этими тремя образующими, две из которых сидят в степенях 3 и 3, и одна сидит, один сидит в степени 5. Просто как это выглядит, как векторное пространство, у нее, значит, в нулевой степени, ну, всегда есть единица, это поле, да, дальше в третьей степени возникает вот эти две образующих, A и B, вот, потом в четвертой степени 0, в пятой степени образующая C, вот, дальше в шестой A умножить на B, C, и вот, значит, в восьмой будет двумерное пространство AC, BC, дальше опять нули, в одиннадцатой одномерное ABC. И, собственно, вся алгебра, потому что, ну, хотя, ну, да, вообще говоря, вообще говоря, я бы мог еще учитывать границы, потому что тут есть еще дифференциал, то есть теоретически я бы еще мог взять D от этих образующих, например, там, DC и умножить на AB. И, в принципе, это был бы новый элемент, который был бы, там, имел бы степень, соответственно, 9. Но так как тут, ну, в данном специфическом случае у меня DC это AB, то есть получается AB, AB, AB это, ну, нечетный элемент, то есть тут не бывает AA равняется минус AA, поэтому, значит, AA равно нулю. Поэтому ничего дальше степени 11 у нее нет. Вот, значит, теперь, ну, вот есть у нее когомология. Значит, вот эта сама алгебра, это ее когомология. Когомологии тоже можно легко исчислить. Значит, как они устроены? Они, ну, тут, значит, они будут, соответственно, в степени K2, K2 будет в степени 3, да, то есть вот эти A и B, это некоторые классы когомологии. Потом в степени 5 никакого класса не будет, правильно? Потому что D от C не равно нулю. Значит, в степени 6 тоже не будет. И будет, я так понимаю, что в степени 8 будет, соответственно, вот в степени 8 вот это АС и БС, да, то есть DC равно AB, то есть эти будут вот тоже K в квадрате. Значит, давайте поглядим. Значит, в степени 5 C не будет классом, в степени 6 AB будет, но оно будет границей, и потом еще в степени 11 у нас будет, соответственно, AB умножить на C, то есть вот просто K. Вот я так понимаю, что, ну да, и в степени 0 вот K. Вот я так понимаю, что вот такие вот ответы для ее когомологии, и это просто элементарно можно показать. Теперь, значит, что нам это дает? Наша задача в чем была? Чтобы придумать ненулевую операцию массии. Ну, у нас тут всего 3 элемента, давайте их все и возьмем. Значит, все 3 элемента, вот они будут А, Б и С. Значит, у нас АБ равно нулю, нам нужно, чтобы выполнялись вот эти вот условия. АБ равно нулю и БС равно нулю в нашей алгебре. То есть не в когомологиях, а в нашей алгебре. Ну и действительно, то есть в когом... То есть чтобы АБ было равно нулю в когомологиях, но АБ и БС были элементы самой алгебры. И действительно, если мы возьмем вот А и Б, то они сами будут вот равно нулю в когомологиях. И вот это в когомологиях. АБ это принадлежит самой алгебре. Вот. Ну и действительно, это верно, да, в нашем случае. Потому что А и Б это циклы. То есть... Ну, С это тоже цикл, конечно, но он просто... Ну да, С цикл, но он нулевой цикл, поэтому это можно было бы... Сейчас, секундочку, я что-то, наверное... Я, наверное, что-то не то вам сказал. Сейчас попробую. Давайте вот чуть-чуть продолжим. Значит, вот у нас АБ равно нулю в когомологиях. И мы можем... Поэтому... Ну да, и Б... Ну да, и БС тоже равно нулю, потому что С само по себе равно нулю. БС, ДС равно АБ, да. То есть вот это тоже равно нулю, правильно? Потому что ДБ равно нулю, и ДС... Но С не будет циклом, да, с другой стороны. Так что ДС равно АБ. То есть С не будет циклом. То есть тут некоторая модификация, судя по всему. Сейчас поглядим. Вот, значит, смотрите. АБ равно нулю, значит, это означает, что вот у нас АБ не в когомологиях равняется ДС. И мы, в принципе, можем взять вот такую вещь. А умножить на Б и умножить вот эту С. Это вот наше это. Это один там. Умножить вот на это вот С, да. То есть сейчас или как можем сделать? Можем что-то я, наверное, немножко... Наверное, я имею в виду все же что-то немножко не это. Я имею в виду, на самом деле, это не буквально, наверное, вот то, что тут написано. То есть нужно как бы чуть-чуть модифицировать, да, конструкцию. То есть нужно взять вот, чтобы АБ равно ДС, и я хочу из этого изготовить некий, значит, цикл. И этот цикл будет А умножить на Б умножить на С. Это будет цикл степени 11. И... Ну, да, вот будет, вот, пожалуйста. Это... Просто я хочу понять, в каком смысле это является вот именно вот этой самой операцией массивной. Наверное, это вот не совсем операция массивной все-таки, а какая-то более частная конструкция вот такого рода, но в этом случае... То есть то, что это цикл, это понятно, потому что ДА равно нулю, ДБ равно нулю, и ДС равно АБ, а А и Б нечетны, да, то есть это цикл степени 11. Вот, такого же типа, как цикл, вот как там у меня написано. То есть... Вот, ну, к сожалению, вот не буквально. Ну, не важно. Но теперь, тем не менее, это некий цикл, просто тут я использую специфику моей алгебры, да, что ДС равно А умножить на Б, и поэтому это цикл из каких-то более частных соображений, вот именно как устроено Д в моей алгебре. А то, что написано там, это цикл в общем случае, независимо от того, как устроено Д. Ну вот, допустим, в этом случае. Вот у нас это вот цикл, потому что Д... Потому что Д... Вот, Д от А, Б, С равняется там АБ на ДС, и это равняется... АБ, АБ, и это равняется нулю. Вот, то есть это цикл. Теперь, если у нас есть какая-то другая алгебра, которая хвате изоморфна, то там этот цикл... Ну, в общем, как ты должен переходить в цикл? Тут трудно, наверное, это сказать. Сейчас, просто хочется как бы это сказать в таком же немножко ключе. Сейчас, секундочку. Я что-то... Сейчас, АБ... Нет, нет, как-то я тут не совсем точно это, конечно, сказал. Лучше это все-таки сказать, как это операции массии. Ну да, давайте мы сейчас сделаем перерыв, а после перерыва сразу я скажу, я думаю, что просто чуть-чуть там надо дожать это условие. Давайте минут там 5-7 у нас будет отдыха. Так, все, меня можно выключить пока или... А то я буду что-то говорить, а это войдет в аналые истории. Надо выключить, чтобы это в YouTube было как бы два разных файла. Мне кажется, Аб, тогда вот Николай будет удобно слить или как-то? Ну ладно, давайте, тогда я буду следить за базаром. Так, значит, что у нас тут происходит такие? То есть, А, А... Что там? Сейчас. Ну да, то есть это просто А, Б, это А, Б, А, судя по всему. То есть вот это вот то, что тут я хочу сказать, это, судя по всему, какая-то вот такая вещь. То есть А, Б равно Д от чего-то и Б, А равно там Д от чего-то. Или хотя сейчас. Нет, наверное, тоже плохо. Сейчас. Я просто хочу сказать, чтобы это было как бы в таком же сеттинге, как операции Masi, да, понятно? То есть чтобы было. Есть, но у меня нет с собой. Это есть статья вот Хес, Катарина Хес, что-то там обзор вот этой, пишется H-E-I-S-S. А, double-S. S, да. Хейс? Хейс, Хейс. Вот так, по-моему, да. Нет? Катарина, ну может без I, да, давайте попробуем без I. Да нет, ну в общем-то разобраться можно. Ладно. Model, Sullivan, Sullivan, давайте напишем. W, I, V, I, да, W, да. Да. Все? Ну, ждем просто. Ну да, Sullivan, нет, там нету. А, просто, окей, я думаю, что это есть, MES можно написать просто. Да, я думаю. Да, вот так. Ну вот, да, Rational, да, вот где-то тут полная страница 13, что ли. Но тут, конечно, там она не совсем четко это написала, на самом деле, тоже. Сейчас. Спасибо. Ну там, там она просто доказывает более, можно? Да. Более, по-моему, вот где-то здесь, более, как бы, вот, более слабую вещь, а именно что вот нету одного отображения, то есть она говорит, что нету вот одного отображения отсюда-сюда, которое было бы... А, в другом случае не показывает. А, в другом случае не показывает. А, в другом случае не показывает. Нет, она не показывает по зигзаг, да, то есть она делает более некоторую частность. И она говорит, что degree reasons, почему? Потому что, значит, там, не, не, потому что в когомологиях вот этот элемент степени 5 не существует, он должен переходить в 0, ну и отсюда, значит, все рушится. То есть это не тот пример, который... Не, ну не совсем, но я, да, подумал, что его на самом деле можно легко, думаю, так и есть, конечно, можно легко сделать вот нормальной операцией массива. Вот, ну что-то пока не совсем понятно. Кстати, вполне неплохой текст, на самом деле, такой обзорный. Обзорный… Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что если мы берем A, B, B, тогда A, B равно 0 в кагомологиях, а B умножить на B равно 0 в самой алгебре даже, а не в кагомологиях, потому что B это нечетная переменная. То есть вот эти A, B, B вполне подходят, и та операция массе, которую мы тут пишем, это будет, соответственно, C умножить на B, когда мы это заменяем, и все. То есть вот получается... Сейчас такой... Или это не совсем просто... Хотелось бы... C умножить на B, так это... C 5, 8, да? C 5, 8... Ну да, да, ладно, я скажу, когда это все начнется. Можно пока постирать... Стоит... 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 Продолжение следует... 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 9-1 по модулю идеала, порожденного а и b в кагомологиях, но вот этот элемент, он не равен нулю по модулю идеала, потому что c не является элементом кагомологии, то есть хоть он является b умножить на что-то, но это что-то, c, не есть элемент кагомологии, поэтому вот здесь вот, вот в этом вот факторе эта штука не есть ноль, то есть это не нулевая операция массив получается, а следовательно, я оставил в качестве упражнения, что если есть одна стрелка, которая удовлетворяет стёртым двум свойствам, то есть квазизоморфизм и переводит там структуру в структуру, то, соответственно, операции массив должны тоже сохраняться. А на кагомологиях, значит, я повторю просто, что для ясности, а на кагомологиях любой алгебры, то есть на кагомологиях любой алгебры операции массив всегда нулевые, операции массив нулевые, и это тоже следует просто вот напрямую из этого определения, потому что если теперь наша алгебра это ноль, то никакого дифференциала нет, у нас просто есть a, b и c, которые принадлежат вот этим кагомологиям, a, b равно нулю, и b, c равно нулю как бы буквально, то есть не d от чего-то, а буквально, и мы пишем просто a на ноль плюс там ноль на c, b, естественно, это равно нулю, поэтому на кагомологиях, то есть мы в качестве это 1 и это 2 можем просто выбрать нули, вот, и поэтому на кагомологиях эта операция равна нулю, а вот здесь она не равна нулю, потому что вот ответ будет c умножить на b, и это вполне нетривиальный класс кагомологии. Вот, в принципе, хорошие примеры, вот в качестве упражнения можно, значит, вот показать, что если есть одна стрелка, вот, которая связывает a и b, ну вот одна какая-то, то все операции массив сохраняются, а значит, если есть зигзаг стрелок там какой-то там вот x0, x1, x2 и так далее, то каждый из которых x, это тоже там dg-алгебра соответствующего типа, и каждая стрелка квазизом-орфизм и сохраняет алгебраическую структуру, то, соответственно, операции массив должны быть одинаковы на a и на b, ну вот, то есть это как бы является доказательством. Ну, кажется, что такое довольно сложно придумать, на самом деле почти все эти самые алгебры, которые возникают в природе, они неформальны, то есть формальность это некоторое либо что-то очень простое, либо если есть формальность у чего-то очень сложного, ну нормального, да, нормальной сложности, то это очень замечательное явление, чудо, и сама терминология, она происходит из рациональной теории гомотопии, и там была статья, значит, Гриффитс-Морган-Длинь, Гриффитс-Морган-Салливан, вот, и они там доказали, что компактное келлерово-многообразие, с помощью теории Ходжа, доказали, что компактное келлерово-многообразие, в смысле его комплекс дорама, то есть с каждым вообще топологическим пространством можно там ассоциировать, ну гладким многообразием, да, можно ассоциировать комплекс дорама, а, которая есть, вот этот комплекс дорама от этого Х с дифференциалом, соответственно, это ДЖ-алгебра Ли, ДЖ-коммутативная алгебра, то есть у нас есть, ну вот, есть внешнее произведение форм, там есть дифференциал, это, собственно, на самом деле самый главный, может быть, в каком-то смысле пример коммутативной ДЖ-алгебры, вот, и вот в общем случае эта ДЖ-алгебра как бы неформальна, а с другой стороны интерес к этому был в следующем, потому что там, ну, незадолго до этого Сулливан, ну, сначала Квилин, потом по-другому Сулливан придумали теорию рационального гомотопического типа, то есть это, грубо говоря, означает, что по этому комплексу дорама нужно построить некоторую минимальную модель, а дальше в этой минимальной модели можно взять образующие, и эти образующие, размерности вот этих образующих в разных степенях, это просто будут буквально ранги групп когомологии, в односвязанном случае, вот, то есть это, грубо говоря, мораль в следующем, что если мы, у нас есть там гладкое многообразие, и мы хотим посчитать его гомотопические группы, вообще говоря, что-то невычислимое, потому что, например, даже гомотопические группы сфер с их этим всем кручением нельзя вычислить, неизвестно. Вот, но если мы интересуемся по модулю кручения, то есть мы хотим только ранги посчитать, каждая Абелева группа, любая, ну, старшая гомотопическая группа, она Абелева, каждая Абелева группа это кручение плюс некоторое количество, значит, этих самых, ну, конечно, порожденное, по крайней мере, некоторое количество Z. Вот, и мы хотим вот это количество Z посчитать. Ну и, значит, вот это можно посчитать совершенно какими-то вот чудесными методами, и на самом деле это можно переоткрыть просто вот из комплекса Дераба. То есть можно с помощью этого построить некоторую минимальную модель, так называемую, это будет некоторая там специального типа, даже алгебра, у нее можно посчитать образующие во всех степенях, и эти образующие будут ранги гомотопических групп, если P1 равно нулю, по крайней мере. Вот, а, значит, а дальше, если у нас вот эта штука квазизоморфна своим когомологиям, как алгебра, как коммутативная ДЖ-алгебра, да, коммутативная ДЖ-алгебра, вот, то, ну, значит, минимальная модель там доказывается, если две алгебры, вот, А и Б квазизоморфны, то минимальные модели у них тоже квазизоморфны, а минимальная модель, она единственна, вот, с точностью доквазизоморфизма, поэтому, значит, они просто равны на самом деле. Вот, и получается такая вещь, что если у нас вот этот комплект Дерама и его когомологии как бы квазизоморфны, то когомологии с нулевым дифференциалом как алгебра, именно как алгебра коммутативная, вот, то это как бы означает, что мы можем вот эти ранги гомотопических групп вычислить не через комплекс Дерама, а мы можем вычислить через когомологию Дерама, но при этом с умножением, то есть вот здесь когомология Дерама с умножением, и этого достаточно для того, чтобы, если многообразие формально, для того, чтобы вычислить ранги. Просто вообще вот никакой там не комплекс, конечномерное какое-то градуированное пространство, там какое-то есть умножение. Ну или там конечномерное в каждой степени. И вот этого оказывается достаточно для того, чтобы вычислить ран гомотопических групп, причем достаточно весьма алгоритмическим, вычислительным образом. То есть это не теорема существования, а это можно просто реально взять и вычислить. Но может быть, об этом как-нибудь поговорим, но я боюсь, что в этом семестре не будет времени, как-нибудь, может быть, потом. Ну и, соответственно, вот Делинь, Гриффиттс, Морган, Салливан, после какое-то время спустя они показали, что любое компактное келлерово многообразие оно компактное келлерово многообразие оно формально. В этом смысле. Ну, в частности, гладкое подмногообразие проективного пространства, алгебраическое многообразие проективного пространства. Оно формально. То есть, оказывается, если у нас есть там гладкое многообразие в проективном комплексном пространстве, то можно взять у этого многообразие и вычислить ранги гомотопических групп, просто посмотрев на когомологии этого многообразия с умножением. Отсюда, значит, пошла эта терминология. Но есть еще какие-то примеры. Вот это используют теорию Ходжа. Ну и, в принципе, это довольно... Вот даже вот в этой обзорной статье что-то на эту тему написано. Ну, в принципе, есть еще какая-то статья. Есть статья, вот эта, Делин Гриффитс, Морган Салливан. И есть потом, по-моему, более упрощенное немножко доказательство, которое Морган, это его там доклад на семинаре Бурбаки. Вот одного только Моргана. Ну, в общем, это сейчас написано, это очень просто. Просто давайте не будем сейчас останавливаться, но это вы легко найдете. Вот. Ну, как бы... Ну, потому что это как бы означает, что там это какая-то вот конструкция башни Постникова, и там ее можете построить. Ну, как-то там это связано с тем, что там башня Постникова, начиная с какого-то шага, рациональная башня Постникова строится там формально как-то. Ну, в общем, не знаю, почему он так называется, на самом деле термин. Ну, вот, в общем, так. Вот. Ну, да, там есть еще какие-то примеры. Есть там в римановой геометрии некоторые примеры, там синтетические римановые многообразия. Вот. Ну, на самом деле, вот видите, в коммутативных дежалгебрах вот эта формальность, она цена тем, что мы можем извлечь информацию, вот если это коммутативная алгебра, это комплекс Дорама, мы на самом деле посредством теории рационального гомотопического типа можем извлечь информацию о, как бы мало, о гомотопии, рангах гомотопических групп. Вот. Оказывается, что то, что мы, то, с чего я начал, то есть когда у нас есть ДЖ алгебры Ли, то формальность в ДЖ алгебрах Ли, это на самом деле крайне интересное утверждение тоже, но интересное с другой стороны. То есть, а именно, значит, что если есть А и Б, и это две ДЖ алгебры Ли, алгебры Ли, вот, и если А и Б, если А и Б слабоэквивалентны, то есть это означает, что есть такой зигзаг, да, слабоэквивалентны, то вот с каждой алгеброй Ли сопоставляется некоторый деформационный функтор. Дев Б, это на самом деле там будет функтор там из артиновых алгебр во множество своего, то есть это там некоторые коммутативные, такие очень простые алгебры, ну, грубо говоря, да, и эти два функтора, то ДЕФАА изоморфен как функтору ДЕФБ. То есть, грубо говоря, вот ситуация такая, что с каждой, ну, на самом деле эти ДЖ алгебры Ли, в отличие там от коммутативных ДЖ алгебр, они связаны с теорией деформации. Вот мы это немножко обсуждали в прошлом семестре, но я на следующей лекции напомню, конечно, ну, даже, может, сегодня немножко напомню, а сегодня уже я должен заканчивать, ну, еще 10 минут, да, я позже начал чуть-чуть. Вот, значит, ну, в общем, напомню, значит, в следующий раз. Вот, и вот оказывается, что с любой, в принципе, задачей деформации, то есть, которая, ну, по крайней мере, в характеристике норы, то есть, если у нас а там, это, допустим, ассоциативная алгебра, конкретная, то по ней строится некоторая ДЖ алгебра Ли. Или если там, например, Х, комплексное многообразие. Комплексное многообразие. Или там, а этому тоже строится некоторая там алгебра, ДЖ, другая алгебра Ли, там, Штрих, и так далее. То есть, на самом деле, любая, там, ну, много есть таких задач, когда у нас есть геометрические и алгебраические объекты, которые можно деформировать, и вот формальная окрестность этой деформации описывается посредством некоторой там алгебры, ДЖ алгебры Ли, с помощью уравнения Маура-Картана. Это означает следующее, что если у нас есть вот А, то мы рассматриваем Х в степени 1, вот, то есть, первой к дуировке, такой, что ДХ плюс 1 вторая, ХХ, равно 0. Вот это вот называется уравнение Маура-Картана. Ма-у-эра-Картана. Это как бы уравнение нулевой кривизны, да, если у нас там есть форма связности. Но удивительно, что, ну, это уравнение, оно вот имеет как бы какой-то смысл, какой-то такой вот смысл в очень общем контексте. Вот, и давайте, вот, и на самом деле функтор деформации, вот, связанный с А, вот, от некоторой, значит, как мы там говорим, А это вот Артенова алгебра, ну, в принципе, это то же самое, что Мар-Картан, только вот от этого А, от алгебры Ли умножить на А. Но зачем вообще умножать на А, потому что тут я хочу еще взять как бы некую эквивалентность. То есть вот это определено без всякого А маленького, конечно. Это корректно определено. А дальше просто уравнение степени 1, на которое накладывается некое квадратичное условие. То есть это некое квадратичное условие. Вот, а дальше я хочу, ну, у нас же всегда, когда мы что-то деформируем, например, там, одну ассоциативную алгебру, там, одним образом и другим, мы можем задать вопрос, когда эти две деформации эквивалентны. Вот, в некотором смысле. То есть всегда, когда у нас есть деформации, то мы как бы некоторые деформации отождествляем. Вот, и вот это вот отождествление, оно на самом деле строится с помощью интегрирования некоторого векторного поля на некомпактном многообразии. И для этого нам нужна, значит, вот тут а с плюсиком надо написать, то есть это нелепатентный идеал этой артиновой алгебры максимальной. Вот, и вот нам нужно, чтобы вот этот вот экспонент объекторного поля имело смысл. Но это я напомню, я не к тому, что это все не будет, значит, иметь дальше отношение к действительности. Вот, то есть, короче говоря, для того, чтобы определить уравнение Майера-Картана, никакое вот это а не нужно, но чтобы определить вот это отношение эквивалентности, то есть сказать, когда две деформации эквивалентны, нам нужно иметь нелепатентность, чтобы такая экспонента, которая вообще говоря не сходится, чтобы она сходилась. Ну это абсурдно. Вот, ну и для этого, значит, люди выкручиваются таким образом, что они говорят, что у нас как бы вот деформация, когда мы хотели бы, чтобы это было просто множество вот этих вот как бы решений, но это не множество, а, значит, это множество классов, то есть множество классов эквивалентности, исходного множества, но чтобы определить само отношение эквивалентности, нам нужна некая такая вот нелепатентность, которая достигается таким образом. Вот, ну вот, к сожалению, время-то уже сегодня почти стекло, он довольно-таки что-то рассказал. Вот, и, значит, в следующий раз я просто, значит, вернусь к исходной задаче Концевича и скажу, что такое вот это А. То есть вот А, значит, которой мы будем заниматься, это комплекс Хокшильда стативной алгебры, вот А это стативная алгебра, и, значит, которая, и вот это будет ее, вот, DG-алгебра Ли, это DG-алгебра Ли, и она деформационная DG-алгебра Ли, чтобы это не значило, DG-алгебра Ли, вот, то есть, грубо говоря, вот с помощью таких вот уравнений Майоро-Картана в этой вот алгебре, которую я построю, мы, вот это уравнение Майоро-Картана, это в точности будут деформации такие умножения. Вот, ну почему, на самом деле, конечно, это очень концептуальный вопрос, почему, значит, так получается, и вообще что это значит, почему деформации связаны с некоторой там DG-алгебра Ли, причем для совершенно разных задач, какие-то там DG-алгебра Ли, ну, в принципе, мы, ну, до некоторой степени мы в прошлый раз об этом в прошлом говорили, но это не будет использоваться. Просто я скажу, что там, в общем, не то, что мы это доделали, но там в конце пытались сделать вот утверждение, что если две DG-алгебры Ли слабоэквивалентны, в плане вот такого зигзага, то есть, вот, то соответствующие функторы деформации, они изоморфны, эквивалентны, ну, изоморфны, да, можно сказать, вот, изоморфны, функторы деформации, вот, то есть, грубо говоря, вот если у нас в случае DRAMA, в случае коммутативных алгебрелей, это было связано там с вычислением, формальным вычислением рангов гомотопических групп, то вот здесь, например, если у нас А, и вот, которая комплекс Хокшельда, и кагомология от А, которая Б, это две там алгебры Ли, если они там связаны с каким-то таким зигзагом, вот, то отсюда следует, что, квазизоморфизмов, да, то отсюда следует, что функторы деформации, связанные с А и Б, они, значит, изоморфны, потому что, грубо говоря, деформации одного это то же самое, что деформации другого, но оказывается, что вот при этом, вот в конкретном случае, о котором мы будем говорить, формальности Концевича, деформации, связанные вот с Хокшельдским комплексом, это деформации ассоциативных структур, а деформации, связанные с кагомологиями этого Хокшельского комплекса, это деформации соответствующих Пасоновых структур, и вообще это совершенно разные деформации, да, в одном смысле это там деформации умножения, а в другом смысле это что-то такое квазиклассическое, то есть первого порядка, что ли. Вот, и оказывается, что эти две теории деформации, значит они изоморфны. Вот мы не будем ссылаться на эту теорему, которую мы чуточку не доказали в прошлый раз, в прошлом семестре, но я приведу более элементарное, собственно, как Концевич это все и рассказывал, вот доказательства этой теоремы тоже через минимальные модели Сулливана. Там есть альтернативное доказательство, которое никаких модельных категорий, особенно симплициальных и прочих, как мы пытались сделать в прошлом семестре, не использует. Ну вот как-то так, значит, сегодня, наверное, надо уже заканчивать, жду вас всех, надеюсь, не распугал пока. Все, да? Спасибо большое. Все, да, я тогда снимаю.